Сегодняшняя тема это сравнение растительных афродизиаков, то есть растений, которые увеличивают потенцию, и их сравнение с Виагрой. Для усиления потенции чаще всего используются синтетические препараты, такие как Силденофил, Виагра. Они эффективно действуют быстро, однако имеют и свои отрицательные эффекты. Оставайтесь до конца этого видеоролика, внизу я оставлю вам ссылку на небольшую методичку, где я перечисляю основные подходы по использованию растений, которые улучшают потенцию. Итак, у синтетических препаратов есть многочисленные побочные эффекты, среди них риск сердечно-сосудистых осложнений. Немаловажно, что при их использовании возникает больше своеобразных механических ощущений во время самого процесса любви. Как будто все происходит искусственно, ненатурально. Это основная жалоба, это основной отзыв от людей, которые используют аналоги Виагры и эту группу препаратов. Более того, Виагра никак не может повоздействовать на само либидо, который рождается в голове. Так вот, в противовес этому, растительные препараты хоть и действуют медленно, но дают более реалистичный эффект. Более того, они действенны и способны воздействовать на центральные механизмы возникновения оргазических ощущений, которые находятся в голове. Более того, у некоторых из растений есть возможность увеличивать тестостерон естественным способом. Также очень важно использовать растения афродизиаки после 50 лет. Когда многие начинают принимать сердечные лекарства, мочегонные и так далее, то эти лекарства сами по себе снижают потенцию. Вот в этом случае особенно важно присмотреться к натуральным средствам, так как отменять сердечные лекарства не рекомендуется, а жизнь идет своим ходом. Эта жизнь должна быть наполненными естественными, приятными событиями. Итак, существует две стратегии применения афродизиаков из растений. Быстрая стратегия и медленная. Также существенный нюанс. Никогда не верьте рекламе, которая обещает быстрый эффект от БАД на основе растения. Такого не может быть. Да и нет никаких оснований сравнивать виагру и растительные афродизиаки. У них разные задачи, разные возможности и разные цели использования. Итак, обо всем по порядку. Меня зовут Александр Зимин. Я доктор натуропатии, кандидат медицинских наук и представляю Россию во Всемирной натуропатической ассоциации. Итак, быстрая стратегия использования растительных афродизиаков. Эффект можно получить через 1-2 недели применения растений. На первом месте стоит Эврикома, Тангат Али. Эврикома длиннолистная, лидер по эффективности среди афродизиаков. У нее два базовых механизма. Это усиление либидо и эмоциональной стороны оргастических ощущений. Вторая сторона медали этого растения – это повышение тестостерона в сыворотке крови. Это существенно отличает Тангат Али от Виагры, которая увеличивает лишь кровенаполнение пещеристых тел полового члена. По поводу выработки естественного тестостерона могу отметить, что нет пока такой синтетической молекулы, которая способствовала бы синтезу естественного тестостерона. По сути, только из еды можно получить строительный материал для предшественников тестостерона. То есть, для молекулы, которая стоит в биохимическом ряду перед тем, как превратиться в тестостерон. Следующий пункт чрезвычайно важный. Растение Тангат Али очень редкое. Выращивается на плантациях. В среднем нужно 10 лет на то, чтобы вырастить это дерево. Поэтому никак не получится продавать эффективные Тангат Али в промышленных масштабах. Для этого нет такого количества сырья. Следующее растение Йохимбе. Йохимбе это экстракт из коры африканского дерева Йохимбе. Основное действующее вещество это алкалоид Йохимбин. Конечно, лучше принимать его в виде экстракта, потому что экстракты лучше очищены, их более эффективнее дозировать. Так как только в виде экстрактов удобно его дозировать и, следовательно, не перебрать с дозой и не получить ненужные побочные эффекты. Известен также и конкретный механизм. Это способность Йохимбе расширять сосуды воздействия на адренергические рецепторы. То есть Йохимбин и Йохимбе это доказанный афродизиак растительный, однако с достаточно узким терапевтическим диапазоном действия. Следующее растение – Женьшень. Женьшень является адаптогеном. Это значит, что Женьшень может воздействовать на эндокринную функцию, улучшая общий тонус организма и способствовать повышению любида. Однако для получения такого эффекта необходимы относительно высокие дозы. Это требует аккуратности и врачебного контроля, потому что обратная сторона медали адаптогенов – это повышение возбудимости. Следующая стратегия – медленная стратегия. Почему медленная? Из-за того, что требуется примерно полгода, чтобы наступил эффект. Эта стратегия включает в себя растения, влияющие на улучшение либидо. И вторая группа растений – это улучшающий кровоток в тканях полового члена. Именно эта группа во многом сходна с действием виагры. Итак, растения, улучшающие качество и насыщенность органистических ощущений. Это всего два растения. Это дамиана и мукуна. Научные доказательства заключаются в том, что отличительная особенность этих растений – это содержание в них природной формы л-допамина. То есть, это не синтетическое вещество, которое может тормозить естественную выработку допамина, а естественное. Л-допамин и естественный л-допамин являются нейротрансмиттером и способствуют усилению полового влечения. Что значит нейротрансмиттер? Нейротрансмиттер – это вещество, которое передает нервный сигнал о том, что, например, понравилась девушка. Необходимо следовательно приступать к каким-то активным действиям. Следующая группа растений – это растительные аналоги виагры. Почему я так назвал? Потому что растения улучшают кровоток. Прежде всего, это L-аргинин. Ну, это просто аминокислота. Конечно, она входит в составы растений, но сейчас она больше продается в виде биологически активных добавок. Итак, L-аргинин – это предшественник оксида азота. По своему фармакологическому действию представляет собой аналог виагры. В 1998 году за роль оксида азота в расширении сосудов дали Нобелевскую премию. Так вот, если увеличить в 4 раза количество L-аргинина, то можно получить прекрасный натуральный сосудорасширяющий эффект, сходный с действием виагры. Следующая группа растений – это те, которые способны увеличивать кровоток. На первом месте я ставлю экстракт косточек грейпфрута. Это мощнейшее средство, улучшающее работу сосудов. В нем содержится много полифенолов, проантоцианидов и проантоцианидиновых олигомеров – веществ, снижающих отложение холестериновых бляшек в артерии пещеристых тел полового члена. Биологически активные вещества экстракта обладают прямыми антиоксидантными действиями на внутренний слой сосудистой стенки. Курсовой прием в среднем от 6 недель и дает достаточно хороший и устойчивый эффект. Сравнение виагры и растительных препаратов говорит о том, что у них совершенно разные точки приложения. Если необходим быстрый эффект, мгновенный, конечно, это виагра и аналоги этого препарата. Но если вы хотите более натурально и более естественно подойти к этой проблеме, то, конечно, здесь, на этом месте, должны быть растительные афродизиаки. С вами был Александр Зимин. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на видео и оставайтесь в курсе новых видеороликов. Субтитры сделал DimaTorzok